Привет, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Климова. Добро пожаловать в Русский Ваткаст. Сейчас я нахожусь во Флоренции. Посмотрите, какая красота! Это была моя мечта, очень давно была моя мечта посетить этот город. А я хочу сегодня с вами попрактиковать одну фразу. Мы используем эту фразу, когда мы хотим что-то сделать. Эта фраза «Я хотела бы». Я хотела бы, если я девушка, и я хотел бы, если я мужчина. Итак, я хотела бы во Флоренции, я хотела бы посетить церковь дома, эту церковь. Я хотела бы ее посетить. А еще я хотела бы попробовать пиццу. Я хотела бы попробовать пиццу. Я хотела бы попробовать мороженое, джелатто. И я хотела бы погулять по улицам Флоренции. Я хотела бы... Мы говорим это, когда мы говорим о девушке. Ну что, первый наш пункт, первая наша остановка – это церковь дома. Пошли, посетим ее. Мамочки, какая очередь! Все равно нужно посетить. Пойдем стоять в очереди. Если мы говорим о мужчине, о молодом человеке, мы говорим «Я хотел бы», например, «Я хотел бы попробовать итальянский кофе» или «Я хотел бы попробовать итальянский горячий шоколад». Очень вкусно. Да, сейчас мы находимся на центральном рынке. Здесь очень много интересных вкусных итальянских вещей. Если вы мужчина, вы говорите «Я хотел бы попробовать итальянские деликатесы». А я настоящий турист. По-русски мы говорим «руссо туристу». Когда я путешествую, я всегда покупаю маленький магнит. Магнит. Эти магниты, как у многих людей, потом оказываются на моем холодильнике. Давайте продолжим нашу прогулку. Пошли! Дорогие друзья, и, наконец, если вы хотите сказать «мы», «вы» или «они», мы говорим «мы хотели бы», «мы хотели бы». Например, «мы хотели бы купить открытки». Открытки – это такие маленькие документы, вещи, которые вы посылаете вашим друзьям. Например, «я очень люблю отправлять открытки». Или, например, «мы хотели бы купить магниты». Сейчас мы с вами пойдем на почту отправлять открытки. Вперед, пошли! Дорогие друзья, а сейчас мы идем посещать галерею Уфици. Очень известный музей. Это была моя мечта очень давно – посетить эту галерею, увидеть шедевры Боттичелли и других итальянских мастеров. Поэтому сегодня я хотела бы ее посетить. И я туда иду. Дорогие друзья, если вам нравятся мои видео, аудио, файлы, а также мои статьи, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, делайте дарения на сайте и становитесь членами клуба «Русская дача». А я пошла. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!